Друзья, всем привет! Это Роман Юниман, и это наше первое видео из новой студии. Мы теперь сидим в одном месте, и у нас в этом же месте, где мы сидим, пока что это офис, есть своя студия. Мы еще не закончили ее обустраивать, будет много очень прикольных штук. Если у вас есть идеи, чем можно заменить вот этот замечательный черный фон, вы тоже можете их писать, мы все рассмотрим. Ну и сегодня у нас формат такой же. Уже многие писали в комментариях, что вам понравилось, поэтому мы продолжаем. Формат вопросов и ответов. Поэтому заранее скажу, если у вас есть какие-то вопросы, вы их пишите в комментариях, и я постараюсь на них ответить. Или записать вам такие вот свободные разговорные видео. Мы сейчас действительно находимся, мне кажется, в некой новой реальности. Тут многие возражают, что, ну а что, раньше там политиков не избивали? Да, но не так близко по времени. То есть сейчас у нас есть кейс отравления Навального, у нас есть случаи с Егором Жуковым, которого избили. И все это, конечно, очень пугает, особенно на фоне происходящего в Белоруссии и на фоне грядущих выборов. В общем, я считаю, что это связано не столько с нынешним избирательным циклом, а с грядущими выборами в Госдуму. Потому что вот эта Кащеева игла, она находится, ну, часть этой Кащеевой иглы, скажем так, утка, да, в которой находится заяц, это Госдума. Потому что именно это будет та Госдума, которая будет у власти при транзите 24-го года или там более раннем транзите, или там даже более позднем транзите. Даже если это будет транзит от одного человека к одному человеку, то все равно это будет очень такой важный, щекотливый момент. И то, что сейчас происходит, я думаю, что это такая расчистка поля заранее к выборам в Госдуму, не к нынешним. На самом деле эта новая реальность, она так и называется, потому что она буквально влияет и на меня в том числе. Потому что, знаете, вот как Достоевский говорил, что если Бога нет, то все можно, я могу перефразировать, то, что Навального отравили, дальше все можно. То есть вот уже дошли до Жукова. Я думаю, что, скажем так, уровень мой внутренний, знаете, такой мой внутренний девкон относительно опасности, он выше, он стал выше. И, соответственно, я предприму конкретные шаги к тому, чтобы более безопасно подходить вечером к дому. Но реально я вот буквально сегодня уже закупился необходимыми средствами, которые, ну, немножко мне должны помочь в случае, если я кого-то встречу. Поэтому, да, приходится эти новые риски учитывать. Раньше медийность, ну, то есть публичность, там, количество подписчиков, некая, там, известность, это был такой защитный, это был такой щит против, как минимум, уголовного преследования. Ну, то есть сложнее посадить медийного человека, потому что сразу поднимется буча, зачем это нужно, из него в итоге сделают мученика. В общем, это все не нужно, да, легче там использовать другие методы. А против того, чтобы тебя побили перед домом на улице, медийность не спасет. Ну, потому что, как бы, что это изменит, да, то есть тебя все равно побили, и, ну, да, у тебя будет хорошее лечение, но это, там, не является щитом. Именно поэтому то, что сейчас происходит, это, конечно, все очень плохо, и очень обидно, что это влияет, ну, как бы, что это понижает нашу политическую культуру. Все-таки долгое время, да, вот как все время убийства Немцова понизило эту культуру, потому что, ну, политиков федеральных у нас не убивали. Вот, теперь, как бы, это повторяется, причем, опять же, не как единичный случай, да, чем это было тогда, а уже, ну, наверное, как какой-то системный подход. Ну, поживем-увидим, вот, я все равно считаю, что все у нас в стране будет хорошо, и мы все переживем. Вот, даже, даже таких вот идиотов в руководстве, кровожадных идиотов. Вообще, я считаю, что Беларусь повлияла на то, что у нас сейчас происходит, повлияла скорее даже не с точки зрения методов, а, ну, с точки зрения того, знаете, как напоминания того, что старость близка, что, вот, как бы, то, что происходит в Беларуси, оно может вполне произойти в России в таком недалеком будущем. И мне кажется, с этим связано ускорение. То есть, я думаю, что те же самые силовые методы, они были бы использованы и без Беларуси, и просто позже. Вот, но, как бы, сейчас они, видимо, их приоритет повысился. Относительно того, насколько, скажем так, действия силовых структур в Беларуси повлияли на желание властей РСФСР применять силу относительно своих граждан. Не знаю, потому что, с одной стороны, действительно, пока что, вот, сколько уже месяцев идут протесты, и результат не достигнут. С другой стороны, протесты все еще не закончились. И я думаю, что рано описывать кейс, точнее, случай применения насилия против своих граждан, как успешный случай подавления протеста. Друзья, в общем, задавайте ваши вопросы, на все отвечу. С вами был Роман Юниман. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова